Если вы несчастны, находясь в одиночестве, то очевидно, что вы в плохой компании. Три дня назад ко мне подошел один человек и пожаловался. Садгуру, я испытываю такое напряжение на работе. Я больше так не могу. На что я ответил. Благословляю тебя на то, чтобы тебя уволили. Нет, нет, Садгуру. Я спросил, почему? В чем проблема? У вас есть работа, вы страдаете. Вы теряете работу, опять страдаете. Судя по всему, дело не в работе. Напряжение и стресс, который вы испытываете, не имеют ничего общего с вашей работой. Причина в вашей неспособности управлять своим умом, своим телом, внутренними процессами и энергией. Вы не способны управлять этим механизмом. Из-за этого внутреннего разногласия любая работа приносит стресс. Посмотрите вокруг. На любой работе люди жалуются на стресс, не так ли? Если люди бедны, они страдают от бедности. Стоит сделать их богатыми, они будут страдать от высоких налогов. Нет образования страдания. Отправьте их в школу, сплошное страдание. Неженаты страдают от этого. Стоит им жениться. Причина не в том, что в вашей жизни что-то не так. А в вашей неспособности управлять этим. Уделили вы хоть какое-то время тому, чтобы научиться управлять этим? Если бы ваш ум следовал вашим указаниям, вы бы создавали стресс или блаженство? Конечно, блаженство. Очевидно, что ваш ум вас не слушается. Ко мне часто приходят люди и говорят, «У меня ужасный начальник, я так больше не могу. У меня ужасная жена. Мой муж невыносим, моя тёща совершенно невыносима». Я говорю им, «Приезжайте, можете остаться у меня. Муж, жена, начальник, тёща, никто вас не потревожит. У вас будет крыша над головой, хорошая еда. Делать ничего не нужно. От вас потребуется только быть радостными. Вот и всё. Иногда я буду приходить и проверять, как вы. И вы должны быть радостными. Если же вы будете страдать, зачем мне подпитывать страдания? Но если оставить их наедине с собой, уже через 24 часа они себя измучают. Если вы несчастны, находясь в одиночестве, то очевидно, что вы в плохой компании.